Здравствуйте, уважаемые подписчики! В этом видео я также постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу о фолиевой кислоте. Я докажу важность фолиевой кислоты для нашего организма, расскажу о пользе фолиевой кислоты, о эффектах, для чего конкретно она нам нужна, как правильно восполнить фолиевую кислоту, как правильно принимать, в каких дозировках. Мы поговорим о сочетаниях, потому что часто не умеют сочетать фолиевую кислоту с другими препаратами, и это огромная проблема, эти ошибки банальны и очень часто действительно вредят вашему здоровью, вашему организму, и вы не получаете ту необходимую пользу и не пользуетесь этими огромными преимуществами фолиевой кислоты. Расскажу, какие конкретные лекарства снижают содержание фолиевой кислоты, и очень часто тоже это не учитывается, и многие из вас это не знают, потому что вы принимаете банально простые лекарства и приводите и доводите свой организм фактически до банально действительно уже грубого дефицита той же фолиевой кислоты. Об этом всем подробно расскажу, я изучил огромное количество новых исследований, поэтому все те из вас, кто хочет дополнить меня, ниже в описании под видео, есть ссылки на исследования, вы можете их изучить. До начала огромная просьба, так как 90% из вас не подписаны на меня, но смотрят мои ролики регулярно, поставьте ролик на паузу, подпишитесь сейчас, поставьте лайк, поделитесь этим роликом в социальных сетях, так вы поможете развитию канала. Также подписывайтесь на канал в Телеграме, там рубрика «Ответы на вопросы» и «Бесплатная консультация». Проводятся они еженедельно, консультирую бесплатно двоих пациентов. Также огромная просьба, поддержите канал, все необходимые ссылки ниже в описании под видео на ютубе. Итак, начнем. Фолиевая кислота. Что это такое? Это одна из водорастворимых витаминов, входящих в группу В. В. Еще одно ее название – это витамин В9, всем известный и действительно, наверное, многие из вас давно сталкиваются с тем, что во время планирования беременности и во время той же беременности и в лечении анемии очень часто, наверное, уже испокон веков назначают фолиевую кислоту. Да, действительно, поступает она в организм с пищей. И что очень интересное, на что хочу также обратить ваше внимание, многие из вас не знают, что она еще и синтезируется бактериями, живущими в кишечнике. Основное такое назначение фолиевой кислоты. Нужна она костному мозгу. Участвует фолиевая кислота в синтезе нейромедиаторов. Это то, что стимулирует нашу нервную систему, которые обеспечивают нормальный, действительно, аппетит, сон, настроение. Также фолиевая кислота, она способствует снижению развития онкологических раковых заболеваний, что очень важно. При дефиците фолиевой кислоты возникает риск развития анемии, чувства усталости, вялости, апатии, разбитости, такой слабости. Плюс к этому добавляется раздражительность и еще может добавляться одышка. Поэтому обратите внимание на свое состояние и, возможно, действительно, стоит проверить, сдать анализ и восполнить этот необходимый запас, который обеспечивает нормальное функционирование вашего организма. Действительно, повышается опасность формирования у плода дефекта нервной трубки при дефиците фолиевой кислоты. Поэтому очень часто, особенно фолиевой кислотой, витамин В9 назначают такие специалисты, как гинекологи. Сразу же хочу обратить ваше внимание на ту ценность и значение фолиевой кислоты для женского организма. Так как на канале у меня более, наверное, 60-70% подписчиков это женщины, этот ролик для вас. Но плюс я еще и для мужчин подготовил огромные плюсы и пользу и расскажу позже. Если мы говорим о значении фолиевой кислоты для женского организма, фолиевая кислота, она участвует в производстве тромбоцитов, лейкоцитов и эритроцитов. Это клетки крови. Также фолиевая кислота имеет огромное значение для восстановления поврежденных тканей. И это очень важно в специфике особенно слизистых, которые повреждаются действительно регулярно и восстанавливаются также регулярно. И если есть уже первые намеки о таких нарушениях, либо есть те ранки, которые очень сложно заживают, также обратите внимание на фолиевую кислоту. Также фолиевая кислота стимулирует формирование новых клеток и их деление. Это очень важно. Фолиевая кислота участвует в синтезе аминокислот. И воспроизводство ДНК также зависит от фолиевой кислоты. Поэтому вы понимаете, насколько важно действительно восполнение витамином В9. Далее я хочу обратить ваше внимание на значение фолиевой кислоты для женщин уже немножко постарше. Специфика тут какая? На что хочу обратить внимание? Что после 40 лет достаточное количество фолиевой кислоты действительно помогает сохранить память и снизить риск возникновения болезни Альцгеймера. Поэтому я как невролог поднимаю эту тему сегодня и обращаю ваше внимание на витамины группы В, в специфике именно фолиевой кислоты, витамина В9. Также на канале есть ролики о витамине В1, В6, В13. Вы можете тоже подробно разобрать их, изучить и также понять ту важность этих витаминов. Это уже доказательная медицина, это огромное количество исследований и это очень важно. Идем дальше. Фолиевая кислота улучшает сон, она стабилизирует артериальное давление, помогает особенно в той специфике, когда это стойкое давление, когда очень сложно бороться с давлением и действительно многие уже не справляются с этим высоким давлением. Также фолиевая кислота у женщин постарше снижает риск развития того же сахарного диабета и это не только женщины, это и мужчины. Также фолиевая кислота, она сохраняет здоровье и красоту кожи, волосы предупреждают развитие анемии. А из анемии еще огромное количество последствий и анемия тоже по степени тяжести бывает разная, поэтому это очень важная тема. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание, это важность фолиевой кислоты. Она очень важна для организма. Доказано, согласно исследованиям, что фолиевая кислота влияет на восстановление режима сна и бодрствования, на стабилизацию артериального давления, и это специфика еще и снижения рисков возникновения сахарного диабета с возрастом, особенно в специфике, когда это пациенты, у которых огромное количество сопутствующих заболеваний, проблемы с давлением, проблемы с сахарным диабетом, проблемы с атеросклерозом. Фолиевая кислота поможет здесь вашему организму, и вы действительно продлите себе жизнь. Это очень важно. Фолиевая кислота стимулирует регенеративные процессы, регенерацию, восстановление клеток и тканей. Фолиевая кислота поддерживает здоровье, и, что важно, очень часто используется в рекомендациях косметологов, потому что эта специфика красоты кожи, волос, ногтей действительно улучшает показатели эластичности, убирает хрупкость, ломкость, прочность ткани, действительно, что ткань служит гораздо дольше, и, соответственно, организм не тратит огромные резервы, своих каких-то внутренних потребностей, забирая из других резервов, когда вы действительно хотя бы раз в полгода восполняете этот дефицит фолиевой кислоты. Будь то правильная диета, здоровый образ жизни, продукты, богатые своим содержанием фолиевой кислоты, либо уже биологически активные добавки, лекарственные препараты, таблетки. Следующее, на что хотел обратить ваше внимание, конечно же, рассказать о значении фолиевой кислоты, особенно в специфике беременности. Огромная проблема современности, действительно, очень много пар, которые планируют беременность, у которых есть проблемы с, действительно, тем, чтобы появился новый ребенок. Вот это новая душа, и это специфика того, что, действительно, очень часто мы не учитываем разные факторы, ведем нездоровый образ жизни, очень много стрессовых факторов. Это еще и вот наш ритм жизни, наша специфика жизни, малоподвижность, все на это влияет, и это очень важно. И здесь нужно обратить внимание, конечно же, на фолиевую кислоту. Достаточный уровень фолиевой кислоты, он предупреждает задержку внутриутробного развития плода, дефекты спинного и головного мозга, что, действительно, очень важно, особенно мне, как неврологу. Я обращаю на это внимание, и очень часто, когда приходят беременные женщины на профилактический осмотр невролога, обращаю на это внимание, потому что это в дальнейшем добавит мне количество пациентов. Причем, очень часто это пациенты с довольно-таки сложными осложнениями. Действительно, профилактика фолиевой кислоты именно во время беременности предупреждает врожденные пороки развития в структуре сердца, крупных сосудов, и это специфика уже сердечно-сосудистой системы, и кардиологов. Также это профилактика таких вот действительно, если можно так сказать, дефектов уже развития, как расщепление позвоночника, верхней губы и нёба. На что также хотел обратить ваше внимание, что действительно, вплоть до того, что задумайтесь. Если вы не делаете профилактику фолиевой кислоты во время беременности, и таких мамочек очень много в современности, которые считают, что я питаюсь правильно, мне всего хватает, даже не буду сдавать анализ и не буду проверять, вот дефицит фолиевой кислоты во время беременности приводит вплоть до того, что при выраженном дефиците, вплоть до отсутствия головного мозга. И я думаю, многие студенты в анатомичке видели эти дефекты, и преподаватели обращают на это внимание. Это действительно страшно, и я считаю, что может быть иногда и стоит где-то вот в консультативных центрах, в гинекологических всяких отделениях, почаще обращать на это внимание. Следующее. На что также хочу обратить внимание, значение фолиевой кислоты для кормящих женщин. Это стимуляция выработки молока, что очень важно. Особенно, когда это первое время после беременности, из-за стрессового состояния, есть проблемы, а и, к сожалению, тоже распространенная проблема, когда у женщин не приходит молоко. Здесь помогает довольно-таки часто именно фолиевая кислота. Также это предупреждение развития послеродовой депрессии и уже всех исходящих осложнений, вплоть до того, что очень часто женщины отказываются от детей. Это тоже проблема. И здесь нужно учитывать все. Также это тот факт, что фолиевая кислота, она обеспечивает потребность действительно новорожденных в фалатах. И это тоже нельзя игнорировать. Особенно, когда женский организм по новой моде такой астеничный, худой, истощенный, откуда там возьмутся витамины и прочие минералы, так необходимые, которыми действительно мама должна еще поделиться со своим ребенком. Действительно, все должно быть в меру. И когда это вплоть до такого анорексичного состояния и вот этой моды на худобу, это прям вот уже вплоть до патологии. Кроме того, обращаю ваше внимание, фолиевая кислота часто назначается при псориазе, при психических расстройствах, очень часто психиатры, психотерапевты, психологи назначают фолиевую кислоту. Также при алкогольной интоксикации, при депрессивных состояниях назначается фолиевая кислота, при интенсивных физических нагрузках. И очень часто фолиевая кислота так актуальна и популярна в фитнес-индустрии, у спортсменов для скорейшей регенерации, восстановления, восполнения силовых и дальнейшего, получается, быстрого возвращения в спорт и получения более лучших результатов. К дефициту фолиевой кислоты приводят следующие факторы. И, соответственно, если вы будете делать профилактику этих факторов, это не доведет организм до дефицита. На что обращаю внимание? Диеты вплоть до голодания. Это приводит к дефициту фолиевой кислоты, поэтому все должно быть умеренно, размеренно, сбалансировано. Питаться нужно правильно. Дисбактериоз приводит к дефициту фолиевой кислоты. Онкологическое заболевание. Злоупотребление спиртными напитками. Также дефицит витамина В12 также способен привести к дефициту фолиевой кислоты витамина В9. Болезнь крона этого воспаления желудочно-кишечного тракта также способна привести к дефициту фолиевой кислоты. Непереносимость глютена, целиакия, тяжелые нарушения функции органов дыхания. Следовательно, если есть такие нарушения, восполняйте дефицит. Если у вас уже есть дефицит, и вы сдали анализы и выявили это, проверяйте, нет ли таких заболеваний у вас. Если говорить о источниках фолиевой кислоты, конечно же, это не сразу же БАДы, таблетки. Обращаю ваше внимание, источниками фолиевой кислоты могут быть правильно питание, то есть шпинат, бобовый, продукты животного происхождения, орехи, яйца, томаты. Если у вас в организме действительно будет дефицит, и это уже будет, например, какое-то лечение, анемия, вы будете заниматься лечением и будете принимать уже таблетированную форму. Если же в организме как такового дефицита нет, вы только восполняете, начинайте с диеты. И в тех случаях, когда действительно сложности с восполнениями с диетой, потому что есть какой-то сторонний фактор, вы можете использовать биологически активные добавки. Основными противопоказаниями к применению фолиевой кислоты являются злокачественные опухоли, онкология, рак. Фолиевую кислоту принимать нельзя. Недостаток кабаламина в организме также значит фолиевую нельзя. Высокая чувствительность организма к составу, либо к самой фолиевой кислоте. И это та специфика, когда я часто говорю, 99% переносит. Хорошо, вы попадаете в этот один-единственный процент, когда действительно не подходит она вам. Хотя, казалось бы, очень хороший препарат, назначается всем, хорошо переносится. Обидно, да. Не все анемии являются показанием для назначения фолиевой кислоты, поэтому обращайтесь к специалистам-гематологам. Еще раз повторюсь. Есть отдельный вид анемии, когда фолиевую кислоту назначать нельзя. И здесь поможет только врач, который действительно сможет вам поставить этот диагноз. Поговорим о суточных нормах потребления и о том, как восполнять организм, уже прибегая к биологически активным добавкам и к лекарственным препаратам, к таблеткам. Действительно доказано в исследованиях, что количество фолатов, которые организм получает из пищи и организма, а также из самого организма, а также усваивает при приеме, когда назначается фолиевая кислота, напрямую зависит от состояния и действительно здоровья кишечника. Потому что очень часто вы восполняете дефицит таблетками, биологически активными добавками, да даже теми же продуктами питания. Но проблемы с желудочно-кишечным трактом, есть болезни, и вы не можете восполнить, хотя вроде как их и принимаете. Организм просто не усваивает витамин В9. Норма витамина В9 для женщин в сутки составляет 200 микрограмм. В период беременности и кормления грудью от 400 до где-то в среднем 600, максимально 800 микрограмм. Организму требуется в разы больше этого вещества после сложных операций, после травм, переломов, после различных болезней. И сюда включаются даже все те же простые гриппы, простуды и даже стрессовые состояния. Вы можете сдать анализ на определение уровня фолатов в крови. Это не сложно. Сейчас это и в поликлинике, и в частных центрах, поэтому выбирайте где удобно. Норма для женщин не менее 30 наномоль на литр. При отклонениях от данного значения врач определит первопричину дефицита и поможет действительно справиться со состоянием. То есть важно не просто назначить препарат, если у вас дефицит, а выявить причину. И тогда это действительно будет эффективное лечение. Потому что вроде как вы восполняете, причину не убрали, и через какое-то время вы опять получите дефицит. А еще может быть, что есть противопоказания к приему препарата. Поэтому важно обследоваться, обращаться к специалистам. С лечебной целью взрослым назначают от 1 до 5 мг в сутки. Но это когда лечение, когда действительно патология. Курс лечения составляет от 20 до 30 дней. Для профилактики дефицита фолиевой кислоты в организме и как дополнительный источник фолиевой кислоты рекомендуют приемы в дозировках 400 мкг в сутки, во время еды, курсом лечения до 1 месяца. На что также хочу обратить ваше внимание, что будет плюсом. Особенно часто назначают препарат женщинам в период беременности и лактации. Это стереотип. Но также назначают и нужно назначать и рекомендовать тем, кто длительное время принимает противозачаточные препараты. Обратите на это внимание. Также назначают лекарства маленьким детям для поднятия иммунитета. Это тоже очень важно. И еще на что хотел обратить ваше внимание. В косметологии фолиевая кислота применяется от выпадения волос. Это тоже огромная проблема не только у мужчин, но и у женщин. Чтобы вернуть локонам былую силу и блеск, в сутки достаточно принимать где-то 200 мкг витамина В9 фолиевой кислоты. Фолиевая кислота снижает риск облысения и стимулирует действительно рост, регенерацию. Клеток усилит вероятность скорого появления, то есть убирает вот эту вероятность появления в дальнейшем уже седины. Следующее, на что хотел обратить внимание и что действительно очень важно. Сочетание. С чем можно сочетать фолиевую кислоту и с чем сочетать ее не стоит. Это будет вредно для вашего организма. Фолиевая кислота и витамин D часто принимают в качестве комплексной терапии. И такой лайфхак. Лучше всего усваиваются организмом и фолиевая кислота, и витамин D, если дополнительно к ним вы добавите витамин С и витамин Е. Поэтому пользуйтесь, это позволит улучшить биодоступность и действительно помочь организму быстрее восстановиться. И это поможет организму. Особенно в более сложных состояниях. Сочетание фолиевой кислоты и витамина С при анемии, при недостатке питания, при эпилепсии и при других нарушениях действительно эффективно и действительно помогает. Есть даже готовые препараты, где используется сразу такое сочетание. Также сочетание никотиновой кислоты и фолиевой кислоты, то есть при одновременном применении, улучшает самочувствие пациента. Ускоряет метаболизмы, хорошо влияет на внешность, устраняя отечность и возвращая к коже гладкость, ровный здоровый такой цвет. Также, на что хочу обратить внимание, это очень важно. Не рекомендовано употреблять фолиевую кислоту в комплексе с другими средствами, в составе которых входят витамины группы В. В основном, где присутствуют витамины В1, В6, В12. Есть сразу готовые препараты, где содержится В1, В6, В12. Так вот, сочетать три этих витамина в комбинации с той же фолиевой кислотой не рекомендуется. Это очень частая ошибка. Фолиевая кислота и железо имеют отличную совместимость. Это специфика лечения анемии. Фолиевая кислота и кальций часто применяются для укрепления иммунитета и костей. Эти вещества хорошо дополняют друг друга. Обратите на это внимание. Ну и, конечно, чтобы не обидеть мужчин, сочетание цинка и фолиевой кислоты показано для приема мужчинам. Такое сочетание способствует активному развитию и правильному формированию сперматозоидов. Это мужчины, которые страдают особенно бесплодием. Также, на что хотел обратить ваше внимание, это комбинация магния и фолиевой кислоты. Особенно важны они и действительно обращают на это внимание очень часто. Это одни из очень популярных витаминов и минералов, но в период беременности подобное сочетание усиливает риск возникновения кровотечений. Поэтому стоит строго следовать дозировкам, предписанным лечащим врачом. Также, на что хотел обратить ваше внимание, при совместном приеме алкоголя и фолиевой кислоты возможно появление побочных реакций. Это диарея и тошнотно-рвотное состояние. Поэтому не рискуйте, испытайте огромное удовольствие и будет очень приятно. Препараты, которые снижают фолиевую кислоту в организме. Во-первых, это анальгетики. Особенно в специфике, когда очень долго болит и вы очень длительно принимаете обезболивающие препараты. Фолиевая кислота очень часто для восполнения, для профилактики назначается пациентам, кто страдает от эпилепсии, судорожных состояний, разнообразия этих патологий. И действительно, противосудорожные препараты уменьшают запасы фолиевой кислоты в организме и препятствуют восполнению этих запасов. Также препятствуют и мешают восполнению необходимых объемов в организме фолиевой кислоты гормоны эстрогены. И очень часто, особенно в специфике, вот я сталкивался не раз с такой спецификой, что женщинам возрастом постарше рекомендуют эстроген для того, чтобы дольше чувствовали себя молодыми, организм работал лучше. Но вот не учитывая тот факт, что это может привести к дефициту фолиевой кислоты. Также, я уже обращал на это внимание, будьте очень внимательны, когда вы предохраняетесь. И здесь эта специфика пероральной и действительно инъекционной контрацептивы. Они тоже способствуют тому, что это может привести к дефициту фолиевой кислоты. Если принимаете длительно и вы выбрали такой вид контрацепции, значит, нужно сдать анализ и перепровериться, потому что это приведет к различным нарушениям. Ну и последний препарат, который также, вернее группа препаратов, которые также плохо влияют на запасы фолиевой кислоты в нашем организме, это антоциды. Это те препараты, которые против кислоты, исходя из названия, обладают обволакивающим эффектом. И всем известны вам как Малокс, Альмагель и других огромное множество на рынке. Поэтому будьте очень внимательны. Те, кто лечит желудочно-кишечный тракт, здесь, если неправильно использовать их, это приведет к тому, что банально и другие лекарственные препараты, это мешает всасыванию этих веществ действительно в стенки желудочно-кишечного тракта. Обратите на это внимание. Очень часто делаются банальные вот такие ошибки, которые приводят к тому, что не только витамины не усваиваются, но и очень важные лекарственные препараты, от которых зависит ваша жизнь, тоже не усваиваются. И это приводит к действительно нарушениям и изменениям, вплоть до даже каких-то летальных состояний. Особенно в специфике, например, как пример пероральные антикоагулянты. Я надеюсь, у меня получилось ответить на ваши вопросы. Конечно же, в один ролик все вместить невозможно, но и делать ролики очень короткие, чтобы это было как шортс-состояние, не дать вам вот эту полноту и объем знаний, не дополнить ваши знания. Я не могу. Я вот люблю этот формат поставить тему, собрать огромное количество вопросов, изучить огромное количество исследований и выбрать то самое нужное, что вот я хочу вам донести и, конечно же, дополнить мои предыдущие ролики на канале Ютуба для того, чтобы действительно я стал грамотней, чтобы вы стали грамотней и чтобы действительно полезного контента на Ютубе было больше. Подписывайтесь на канал, делитесь моими роликами в социальных сетях, так вы поможете развитию канала. Я буду выходить чаще, чаще отвечать на ваши вопросы. Подписывайтесь на канал в Телеграме, там рубрика «Ответы на вопросы» и консультации бесплатно раз в неделю. А также поддержите канал. Все необходимые ссылки ниже в описании под видео. Всем пока. Встретимся в следующем видео.